Повреждения дыхательной системы из-за коронавируса часто не проходят бесследно. Многие пациенты в течение месяца или двух после болезни продолжают испытывать определенные симптомы, такие, например, как одышка и нехватка воздуха. Сегодня программа реабилитации после ковида проводится по той же схеме, что и после перенесенной пневмонии. Мы прежде всего нашим пациентам рекомендуем определенную дозированную физическую нагрузку, которая способствует укреплению мышц дыхательной системы и способствует улучшению вдоха у этих пациентов. Среди таких мероприятий у пациентов, которые уже выздоровели, мы можем рекомендовать им легкую ходьбу, скандинавскую ходьбу, дозированные физические упражнения в спортивных залах под контролем врача, инструктора. Можем рекомендовать занятия в бассейне. Особенно хорошо помогает лечебная физкультура. Восстановительные мероприятия для легких начинаются еще в больнице. Впрочем, врач может назначить делать специальную дыхательную гимнастику и дома. Среди упражнений, которых можно рекомендовать практически всем пациентам, мы можем отметить диафрагмальное глубокое дыхание, когда мы просим пациента усиленно тренировать вдох для развития мышц диафрагмы и мышц грудной стенки, потому что прежде всего после коронавирусной пневмонии страдает именно функция вдоха. Кроме этого, мы просим наших пациентов выполнять дыхание с усилием на выдохе. То есть, например, выполнение выдохов через сомкнутые неплотно губы. То есть, примерно вот так вот. При этом выдох должен быть длительным, создавая определенные усилия на выдохе. Требуется определенные усилия и время, чтобы жизнь вернулась в обычное русло, а общее самочувствие стабилизировалось. Нередко люди сами придумывают себе способы восстановления, но не всегда они действительно помогают реабилитации. Скорее, наоборот. Очень часто действительно нашим больным рекомендуют надувать шарики. Это та методика, которую ни в коем случае больным выполнять не рекомендуется. В особенности после перенесенной коронавирусной пневмонии. Потому что надувание шариков создает избыточное давление в дыхательных путях и может способствовать углублению пораженного процесса. Что касается восстановления обоняния после ковида, то здесь у большинства людей оно возвращается в течение нескольких недель. Однако, насколько длительно может быть этот постковидный симптом, не знает никто. Есть сведения, что некоторые противовоспалительные препараты, снимающие отеку в испалении в дыхательных путях, могут ускорить восстановление обоняния. Однако их может назначить только врач. Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».